Всем привет, друзья! С вами канал Твой Игровой, меня зовут Денис, и сегодня со мной играет Женя. Всем привет! И поиграем мы в новинку от компании Игровед, на которую сейчас как раз идет сбор средств. Настольная игра GANIMED. Поехали! Итак, я оставлю ссылку в описании, по которой вы можете перейти, и попадете на страницу сбора средств на эту настольную игру. То есть это чистой воды краудфандинг. Итак, что же за игра такая, и почему этот Игровед запустил краудфандинг? На второй вопрос я не знаю ответа, почему они это сделали. Крупная компания обычно все выпускает сами, но не знаю, решили попробовать, не знаю. В общем, теперь к самой игре давайте приступим. Это игра про то, как люди начинают колонизировать космос. И GANIMED это, собственно, самый большой спутник Юпитера. В общем, мы играем за некие такие корпорации космические, которые нанимают астронавтов, готовят их на Земле, потом переправляют на Марс, потом переправляют на GANIMED, и звездолеты из GANIMED уже несут их в открытые просторы космоса для его исследования. Итак, давайте сразу по структуре хода, и станет все понятно. Мне очень нравится, что в свой ход можно выполнить только одно из трех действий. Выполнил действие, передал ход игроку. Очень круто, все, кто знает мои игровые вкусы, собственно, знают, что мне это очень нравится. Итак, что можно делать в свой ход? Первое. Можно выбрать вот такую вот плашечку действия, или тайл действия, и поместить его на свой планшет. Всего максимум можно, соответственно, три ячейки занимать. Если уже три занято, можно поменять плашку. Итак, действия какие бывают? Ну, самые разные. Можно нанять астронавта, можно переместить астронавта, можно взять карту звездолета, чтобы потом, когда звездолет один улетит, чтобы на его место встал новый звездолет. Следующее действие – это запуск шаттла. Используя шаттлы, можно перевозить космонавтов с Земли на Марс. Это вот земные шаттлы. И есть марсианские шаттлы. Это когда вы хотите с Марса переместить космонавта на один из звездолетов на Ганимеде. Что еще важно знать, что каждый звездолет запускается по-разному. Этот звездолет запустится, если вы соберете три мипла одинакового цвета, три астронавта. Этот запустится, если вы соберете сет из четырех разных космонавтов. Но у меня здесь есть такой значок на звездолете – минус один. То есть у меня здесь уже сразу три можно собирать. Далее мы можем сбросить одну из плашечек. А можно две, а можно даже три. Три максимум. И за каждую сброшенную плашку выполнить некое базовое действие. Базовых действий всего пять. Первое – нанять на Земле космонавта. Ну, а космонавта можно нанимать только на Земле. Дальше. Переместить какого-либо космонавта одного с Земли на Марс или с Марса на любой корабль на Гадимеде. Вот каждая стрелочка – это перемещение. Также можно между кораблями перемещать космонавтов. Не забывай. Я тоже про это забыл. Далее. Можно поменять одного космонавта в любом месте на другого космонавта. То есть у нас же их здесь четыре цвета, как вы поняли. Далее. Можно продвинуться по треку престижа. Трек престижа – это… Или как там… Как я все время путаю. Престиж или… Ну, короче говоря, вы поняли. Трек репутации. В общем, за одно перемещение вы двигаете кубик вот этот белый на одну единичку. И, соответственно, здесь есть несколько положений. Одно, два, четыре или шесть победных очков вы можете получить в конце игры. Вот передвигаясь по этому треку. Также передвигаясь по треку, вы можете намеренно получать… Например, вам можно на три подвинуться, а вы на два подвинулись. И можете выполнить, встав на вот эту вот ячейку, одно базовое действие. Ну, одно очко репутации у вас сгорит, получается. Не получите. А можете, наоборот, проходить эти ячейки, чтобы просто дальше двигаться вперед по репутации. Когда дойдете до конца, вы сможете запустить один из звездолетов так, как будто бы все условия запуска выполнены, даже если на нем никого нет. Далее мы можем взять карту звездолета в руки. И, соответственно, максимум – это четыре карты в конце вашего хода. Ну, а все нюансы мы расскажем, конечно же, во время партии. Ну что, давайте начнем. И, пожалуй, я выберу вот эту плашечку, потому что у нас очень много желтых космонавтов. Ну, давай на камень, ножницы, бумагу. Кто будет первый ходить? Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А-а-а! Ты выиграл! Я беру желтую плашечку. Ты выиграл просто коварно. Ну, ладно. Итак, Женя берет желтую плашечку. Давайте я немножко приближу. Я сейчас хочу приблизить, чтобы показать вам, значит, значечечки, значечки, которые есть у нас на компонентах. Смотрите. Есть у нас, давайте я правила даже открою, распечатанные русские правила. У нас есть несколько видов технологий. Синее – это астрофизика и космология. Фиолетовое – это планетология. Фиолетовое – желтое. Где желтое? Вот у нас желтое. Это инжиниринг космических, инженерия космических систем. Красное – это медицина. Вот. И еще есть у нас белые, белые значечки. Вот. Это центр междисциплинарных исследований. Ну, некий такой, ну, джокер, что ли, можно сказать. Ну, потому что обычно с этими технологиями связаны любые миплы. Да, вот белый цвет – это любой мипл. Вот. Далее. Чем примечательны эти значки? Ну, смотрите. Когда мы плашечку действия к себе берем, если она первая, то, соответственно, мы одно действие и выбираем. Вторая плашечка такого же типа может уже выполнять вот это вот действие, которое мы сюда положили, уже два раза. А третья плашечка три раза. Вот такие интересные штуки. Что касается планшета. У нас на планшете также есть эти значки. Сюда мы будем выкладывать шаттлы. Так вот, если мы соберем полный сет из шаттлов, мы запустим свой звездолет. Так же, как я говорил, как будто бы все условия выполнены. Ну, и шаттлы будут складываться один на другой, чтобы были видны значки. Это тоже может вам победные очки давать в конце игры. Ну, и, кстати, насчет победных очков. Да. Игра-то идет у нас на победные очки. Как вы поняли. И за что они даются, когда игра заканчивается? И за что даются победные очки? Игра заканчивается тогда, когда вы запустите четыре шаттла. Или когда какая-нибудь стопка из двух шаттлов... Ой, четыре звездолета. Из двух шаттлов какая-нибудь стопка закончится. Либо земных, либо марсианских. Ну, за что получаете победные очки? За трек репутации престижа, за запущенные звездолеты. На каждом звездолете есть свои условия подсчета победных очков. И за миплов, которые остались на незапущенных звездолетах. Вот и все. Поехали. Женя походил. Теперь я хожу. Раз ты такой коварный человек, и желтых миплов начал запускать. Почему желтых? Потому что их очень много. А в правилах кто первый ходит? Кто последний был в космосе? Нет. Кто последний смотрел научно-фантастический фильм? Я-то вот сегодня специально посмотрел кусочек, чтобы быть первым игроком. Ну ладно, я забыл. Итак, что я буду делать? Каких еще миплов здесь много? Красных. Пожалуй, тогда да. Я кладу сюда плашечку, нанимаю красного мипла, и сразу же выкладываем плашечку. И могу еще взять карту звездолета. Я это, собственно, делаю. Я все. Я тоже беру плашечку. Беру сиреневую. Одного из двух миплов, да. Можно брать. Так. Что еще плашечка у нас? Вот плашечка, плашечка, мажка. Желтый. Да, пусть будет желтый. Я тогда отлично. Я беру вот эту плашечку. Никаких пока триггеров не срабатывает. Либо желтого, либо синего я могу взять мипла. Да, ну пусть будет желтый. Так, я беру красную. И делаю действие. Использую ее дважды. Да, потому что она у тебя вторая уже с таким символом. И ты это действие можешь дважды сделать. Либо нанять мипла дважды, либо продвинуться по треку репутации дважды, либо сделать одно и другое действие, получить. Все? Да. Хорошо. Так, ну у меня здесь тоже вторая такая же красная плашечка медицины. И я нанимаю двух миплов красных. На Земле может быть не больше шести миплов, на Марсе не больше пяти. Ну, я полетел на Марс. Давай. На шаттле наверху написано, да, какие миплы у вас двигаются, а внизу еще есть действие. Действие. Значит, это действие можно выполнить столько раз, сколько уже выложенных карт на планшете у вас есть. Вот Женя пока один раз может выполнить движение. Все? Да. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну смотри, я тогда что делаю? Тоже беру красную вот такую вот медицинскую, и двух миплов я двигаю на Марс, и еще могу заменить одного мипла. Да, сразу карта выкладывается там в конце хода. Одного мипла могу заменить где-нибудь в любом месте. Ну, не знаю даже. Не знаю. Я, пожалуй, заменю. Заменю. Не, ничего не буду менять. Не буду менять. Все. Я походил. Ну, я с Марса полечу. Многонемед. Давай. С Марса на гонемед. Все правильно. Ты можешь сюда пройти, если бы ты не мог двигаться. Причем прикол в том, что шаттлы, они могут использоваться только, когда все условия, которые написаны наверху, выполняются. То есть, если вы можете только одного мипла двинуть, а надо двинуть двух, то все равно должны... Тогда вы не сможете его использовать. Так вот, или если вы двигаете двух, но там где-то уже какой-то максимум, лимит достигнут, или мипл не может быть сюда передвинуть, потому что условия такие вот, да, другие, то мипл просто теряется в космосе и уходит. Исключение это вот белые такие шаттлы. Насколько я понял из правил, которые еще до конца не сформированы, вы вот белыми можете хотя бы, ну, одного перевозить можете. Насколько я понял, из правил еще раз повторяю. Там все очень расплывчато по этому поводу. Ну что, все? Да. Хорошо. Сейчас я буду действовать другим путем. Я возьму вот эту карту, положу сюда и подвину на Марс желтого и красного мипла и смогу еще что? Фиолетового поменять, получается? Или на фиолетового? Ну, это у нас тут есть эффекты. Я такую карту не встречал. Ну, да, видимо, фиолетового. Да, фиолетового можно. Ну, у меня нет фиолетового, поэтому я не буду выполнять. Я все. Я найму. Или другого. Нет, давай вот эту. Ходи. Блин, подзатупил я, конечно. Ну, ладно. Бывает. Я... Что я сделаю? Синяя. Синяя. Или фиолетового. Ладно. Найму тогда вот этого. Это взброс у меня уходит. Найму фиолетового мипла. Астронавта. Так, ты дважды можешь сделать это действие. Туда и с желтого. Голубого всегда. Что-то у меня все плохо пошло. Я плохо рассчитал. Плохо рассчитал. Так, ладно. Надо выкарабкиваться. Хотя... Можно? Да, можно. Давай двух желтых нажимаем. Так, ладно. Мне нужен вообще-то красный. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Может, красный нажимай в желтого. Ладно, я вот так вот делаю. И два раза могу нанять. Я нанимаю желтого и желтого. Так. Полечу на Марс. Действие перемещения сделаю. И отправлю первый свой звездолет. Да, в конце фона. Теперь ты должен взять карту звездолета. Выбрать из двух карт, которые у тебя есть уже на руке. А вот что с этими? А, ты можешь взять либо отсюда, либо отсюда, конечно. Прости. Угу. На то они и открыты, чтобы видеть. Да. Блин, вот мне что-то прям, ну никак. Я найму синего вверху. Так, я в желтых. Двое желтых и один. У нас ты. На один повышаю, как ты еще раз. Репутация. А ты всего на два повысил? Мы начинаем вот отсюда, не с первой, если что. Да. Ага. Ну все, все правильно. Ну там за что-то было-то. Так, и теперь что, я могу действие выполнить? Да, раз ты остановился на шестеренке, выполняешь действие. Действие. Что можно сделать? Так, сейчас, секундочку. Сиреневода ему. Хорошо, я нанимаю красного. Так, здесь долетик. Угу. Порывается на Марс. Ну плюс одно. Одну репутацию всего. Да, все верно. Так, я беру вот это. Это медицина, да? И... Давай я даже поближе подвину, чтобы зрителям видно было. Ага. Так, я что делаю? Я взял эту карту. Чтобы ее выполнить, мне надо плашечку скинуть. Ну я вот эту скидываю. И я могу красного передвинуть сюда. И два раза поменять. На синего. Здесь я поменяю. А здесь... На красного. Все. Я поменяю. И подвину себе. Так вот. Ну давай, я тогда с ганимеда пойду. Я должен сбросить в плашку. Пусть будет вот это. И любого из синего. Ну вот так вот. И... Ну... Вот так вот. Так, я полечу с Марсом на ганимед. Не могу еще два действия перемещения сделать. У меня второй отправляется в космос. Окей. И когда он отправляется, я так понимаю, еще два перемещения. Ты можешь сделать два перемещения, да. Там есть свойства перемещения. Так, ты теперь должен звездолет положить. А я могу сначала смотреть, а потом убирать? Не-не-не. Либо закрытую, либо открытую. Давай-ка тоже подвинемся. Вот сюда можешь карту тоже подвинуть, чтобы зрителям видно было. Тут места много. О, хватит, хватит. Хватит, хватит. Хватит, хватит. Все. Так, ну что, я хожу? Да. Я, пожалуй, тогда возьму шаттл медицинский снова. Во-первых, я могу переместить красного, должен красного и фиолетового. И три раз, два, три очка репутации, потому что я три раза выполнил за три красных карты. Ну все. Я беру вот эту, плашечку, и, значит, нанимаю себе и перемещаю. Окей. Так, я беру вот эту плашечку. Она у меня вторая, красная, поэтому я делаю два перемещения. Раз перемещения, и два перемещения. И отправляю свой первый звездолет. Так. О, классная карта тут была. Ладно, у меня вот так. Все. Мы ехали дальше. Так, понимаю вот эту. Сиреневую. Угу. Так. Чего бы не сделать. Две плашки скидываю, и выполняю два базовых действия. Это раз перемещение, и два перемещения. Угу. Все. Как-то уберу. Два перемещения у тебя было? Одно. Одно. Смотри. Хорошо. Я беру тогда вот эту карту. Четвертую медицинскую карту. Итого, у меня может быть четыре действия еще продвижения по треку. Ну, во-первых, я перемещаю вот то, что написано. Сюда. Мипла. Трех. У меня осталось только синего. Ну, насколько вы поняли, второго красного, второго желтого, второго фиолетового уже сюда нельзя переместить, потому что вот тут только такое условие. И раз, два, три, четыре передвижения по треку я совершил. Так, я нанимаю кораблик и еду на Марс. Ага. Хм. Хм. интересно давай-ка я найму вот здесь тогда красного да сейчас подумаю ухты три действия три перемещения ладно я возьму репутацию и она мне позволит сделать базовое действие какое базовое действие нанять я найму синего чувака все красный красного полечу на марс двумя это будет желтый и синий и могу совершить еще два действия раз а ну да все правильно сюда и второе действие я не буду а буду буду вот так передвигаться и у меня запускается корабль я сюда кладу а ну я должен взять конечно я возьму вот отсюда до рискну и сюда положу все так я собственно покупаю шаттл и у меня сет да ты запускаешь ты запускаешь какой-либо задает как будто все условия выполнены и потом перемещение допускаю второе задает все правильно и так вот мы закончили партию походить нет а ну да последний ход у тебя или как да да после запуска я должен походить так это мне не выполнить никак мне бы хотя бы сюда кого-нибудь переместить сканемет это никого да могу скинуть две плашки ну не никак не никак скинуть одну плашку чтобы базовое действие передвижение сделать сюда и запустить этот шаттл все то есть этот звездолет ну давай посчитаем первое за что мы считаем очки это звездолет у меня 4 плюс 5 это 9 и столько очков сколько у меня репутации 4 9 плюс 4 13 и еще 4 за репутацию 17 и если были у меня здесь мы миплы то я еще за него выучил по 1 победную очку то есть у меня 17 10 19 и 6 за полный свет на 20 20 20 17 неплохо кстати я думал будет хуже то есть я компенсировал это все этими самыми репутацией ну что ж вот такая вот игра давай теперь по мнению выскажем нашему так ну во первых я конечно же играл в нее с еще сырыми правилами в каком плане да в прямом плане еще правило я бы еще доделал больше еще бы понятнее сделал не в том плане что мне механики не нравится да но вот где-то надо дописать что там вот на планшете у игрока не просто у игрока или там вот там то надо делать то то вот ну как бы более подробно там вот например игрокам начисляются победные очки за за каждый успешно отправленный звездолет с ганимеда ну можно подумать ну по одному очку или за или что что значит каждый успешно ну я бы дописал то есть победные очки указаны на отправленных кораблях а то так получается я и ну как бы немножко непонятно все-таки это целевая аудитория не не совсем гиковская как я понял поэтому я бы еще разжевал больше правила вот ну и я тут уже сказал про этот эффект можно использовать столько раз сколько карт одного типа находится у игрока включая эту карту то есть ну на плане надо бы написать что у игрока на планшете находятся ну как бы понятно логически но все равно написал бы про тайлы восстанавливаемые тоже там в конце хода что их нужно докладывать я бы тоже ну в общем это все мелочи это все еще в процессе но по самой игре что скажу немножко мне напомнило мастеров ориен мастеров орион как хотите называйте игру которая мне она кстати очень нравится вот это вот действие эти вот планшеты стрелочки там кубики они мне прям там даже по-моему есть трек трек репутации по-моему тоже там есть но уже не страшно или военный не помню ну короче похоже чем-то по духу вот отдаленно мне напомнило далее по самой игре ну я не вижу чтоб эта игра хватало прям звезд с неба я вижу в ней какую-то семейную игру для ну как он сказать для какой-то нейтральной компании может быть это новички может быть это папа мама может быть если папа любит космос супер в космос можно начать играть вот так но прям такого чтобы вау вау супер ну вы сами все видели да все достаточно просто собираешь там с этой собираешь там с этой передвигаешься очень простые передвижения и партия быстро до прошла кстати очень быстро всего четыре звездолета вот ну такая вот она сколько тут у нас написано 20-40 минут да вот такая вот простая такой расширенный филлер я бы так сказал но вот такие ощущения я ничего не увидел такого прям супер сверх естественно крутого или вау 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 что за игра средняя такая настолка для вот такого среднего сегмента настольщиков вот я бы так сказал чё скажи ну да я думаю что это больше семейная игра в принципе стиль жизни как раз такими семейных до специализируется никто не говорит что это плохо или хорошо это просто вот так то есть не начального семейного уровня вот те кто уже поиграл на столке наверное ну да то есть если вам дальше как бы сложнее чем на черном уровне ну а так да мне это тоже как бы не очень впечатлило возможно хочется более масштабных баках ну извини это евро ну да эта игра не для того создана не не для батарей вот она вот такая вот спокойный ну игровой процесс вы видели сами те кто захочет эту игру обязательно конечно же переходите по ссылке в описании те кто не увидел здесь чего-то своего ну посмотрите проходите мимо какую-то игру другую выбирайте вот все что я могу сказать об этой игре наверное я уже сказал кстати у нас тут еще есть промки и звездолеты ну это может быть не промки а просто будет в русском издании вот нам такие в виде пнп это ложили вот так ну что всем тогда хороших партий всем пока ребят с любовью канал твой игровой и ну